МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энергетика шикарная, конечно, в детском саду, потому что здесь всё на позитиве. Здесь постоянно улыбки, здесь постоянно всё дети хотят. Очень много возможностей, так скажем, в видах деятельности, так скажем. Потому что воспитатель для школьного образования – это универсал. Он должен петь, и физкультурой заниматься, и знать очень много интересного, потому что мы должны ответить на все вопросы. А вопросов дети задают очень много и смотрят на воспитателя с широко открытыми глазами в ожидании познания, пока совсем неизведанной, но такой интересной и полной загадок жизни. Так что для этих маленьких почемушек воспитатель – один из тех, кто открывает мир. Главная героиня нашей сегодняшней истории – воспитатель дошкольного центра развития ребёнка номер один города Светлогорска Оксана Запотылок прекрасно понимает, какие возможности открывает её любимая работа. Возможности постоянного роста, потому что мы всегда, во всяком случае, я всегда нахожусь в постоянном поиске. То есть возникает какой-то вопрос, и я не откладывая это, так скажем, даже не в долгий ящик вообще никуда не откладывая, и сразу начинаю искать ответ. Поэтому за время, в которое я работаю, конечно, много чего узнала. Работа, проделанная Оксаной Запотылок за годы работы с детьми дошкольного возраста, те вершины в трудовой деятельности, которые ей покорились, привели нашу героиню к тому, что её признали Человеком Года. По решению Гомельского облсполкома, по итогам работы в 2017 году Оксана Запотылок одержала победу в номинации «Призвание». Мне так хочется сказать, всё-таки, мне, знаете, ещё приятно, что обратили внимание на воспитателя дошкольного образования. Потому что, я ещё раз повторюсь, профессия очень значимая. Мне нравилось, как говорил мой преподаватель, Мария Михайловна Ермоленская. Она говорила, что вы говорите, ну, то есть о значимости воспитателя дошкольного образования. Говорит, закройте детский сад на пару дней, и станут все заводы, фабрики, магазины. Вам просто будет некуда видеть своих детей. Вопросы воспитания, секрет успеха. Почему исчезло желание вернуться в детство и юность, и благодаря чему жизнь сегодня абсолютно комфортна? Оксана Запотылок поделилась с нашей съёмочной бригадой своей философией жизни. Есть такое выражение у белорусов. Где народился, там и позгодился. Вот, и я очень рада, что я взгодилась в своей малой родине. Малая родина Оксаны Запотылок – город Светлогорск. Здесь она родилась, училась в детском саду и школе. Родилась я в обычной семье. Родители – обычные люди. Мама у меня продавец, папа – водитель. Между тем, эти простые люди своим трудолюбием заслужили непростые звания. Мама – Мария Васильевна, ветеран труда. Папа – Василий Николаевич, герой труда. Трудолюбие родители перевивали и своим детям. Оксана Запотылок в школьные годы посещала множество кружков. Была активной и спортивной. Сегодня она умеет практически всё. Она с детства ответственная. А так у нас был очень строгий папа. Они его понимали с полуслова. Не надо было их не наказывать, ничего. Отец сказал, значит, так должно быть. Может, это тоже большую роль сыграло, что папа строго их так держал. После окончания школы Оксана Запотылок училась в Мозорском педагогическом институте. После чего пять лет работала учителем белорусского языка и литературы в деревне Полесье Светлогорского района. Затем на протяжении девяти лет воспитывала детишек в Светлогорской школе-интернат. Конечно, интересный такой период в моей жизни. Это такой опыт колоссальный. Я всегда вспоминаю с таким очень хорошим, с хорошими такими, хорошие воспоминаниями. Я очень дружна с этими детками, которые когда-то были моими воспитанниками. После того, как школу-интернат закрыли, Оксане Запотылок предложили продолжить работать воспитателем. Но уже в дошкольном учреждении образования. На тот момент это было совершенно новое направление в ее работе. Несмотря на то, что до этого она тоже работала с детьми, отныне специфика работы кардинально изменилась. То есть отрасль одна образование, но я поменяла, получается, у меня есть, вообще-то, у меня есть с чем сравнить. Я работала учителем, я не могу сказать, что мне было там плохо, дискомфортно. Я работала воспитателем в школе-интернате, но именно в детском саду, вот я нашла себя, честно. Про работа в центре всего один год Оксана Васильевна уже могла однозначно сказать, что не променяет своих маленьких дошколят ни на кого другого. К этим крохам она приросла всей душой. Они это чувствуют и верно подмечают проявление самых лучших душевных качеств любимого воспитателя. Оксана Васильевна у нас добрая и красивая. Она всегда нас учит доброму всему. Она всегда нам все разрешает. Мы ее сильно очень любим. Оксана Васильевна любое дело и любую идею встречает с интересом. Ей интересно все. Она проживает, обдумывает и пропускает через себя то дело, которым она будет заниматься. Особенностью или секретом ее успеха является то, что она все делает от души. Искренне, творчески. Вот уже 8 лет Оксана Васильевна работает в самом молодом, самом многочисленном по количеству воспитанников учреждения среди учреждений дошкольного образования Светлогорского района. При этом их центр самый титулованный. На протяжении 10 лет он является лидером среди детских садов района и области по итогам рейтинга учреждений дошкольного образования. В прошлом году Оксане Запотылок предложили поучаствовать в городском конкурсе «Учитель года». И поскольку она человек увлекающийся, живо интересующийся всем новым, решила попробовать свои силы в этом испытании. У моего руководителя Алины Васильевны есть такая фраза, которая, ну вот я против которой вообще ничего не могу сказать. Она всегда говорит, ну кто из Синифы? Оксана Васильевна успешно прошла городской этап конкурса. Лучшей стала и на области. А по результатам республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2017» наша героиня стала лауреатом второй степени в номинации «Воспитатель дошкольного образования». После участия в конкурсе особенными были воспоминания Оксаны Запотылок о её отце. Она говорит, он был человеком добрейшей души, трудолюбивым и безотказным. При этом до определённого момента воспитывал дочерей довольно строго, за что сегодня Оксана Васильевна благодарна своему любимому воспитателю. Мы иногда маме задаём вопрос, ну почему ты нас не хвалила никогда? Она всегда говорила, вас должны похвалить люди, а вас должны сказать люди. И в данной ситуации, когда я участвовала в конкурсе, когда я уже получила эту премию, я всегда вспоминаю о своём папе. Его не стало 4 года назад. Он был бы очень рад. Он был бы очень рад. Такой высокий результат Оксаны Запотылок на республиканском конкурсе, по её признанию, плод совместной работы слаженной, дружной и профессиональной команды единомышленников. На каждом из этапов конкурса неоценимую помощь Оксане Васильевне оказывали коллеги. Как минимум морально её поддерживали воспитанники вместе с родителями. Кстати, что касается родителей, то с ними Оксана Запотылок всегда поддерживала и поддерживает дружеские отношения. Потому что она сама мама. И для своих воспитанников она старается в первую очередь быть матерью, а потом уже педагогом. Для каждой мамы её ребёнок самый лучший. С такой позиции смотрит на детей и Оксана Васильевна. Родители это видят и чувствуют. Она как воспитатель, как человек очень чудесный. Так скажем, мой ребёнок, да лично мой ребёнок всегда с радостью шёл в сад. И сейчас мы всегда, когда приходим в садик, первым делом бежим к Оксане Васильевне. Поздороваться, обняться. Как человек она очень хорошая, душевная. Всегда поддержит, подскажет, поможет. Доброжелательная. Детки с удовольствием к ней ходили на занятия. Даже в выходные они пытались рваться в садик. Очень талантливая. Хочется сказать, что она вкладывала душу в наших детей. Конечно, Оксана за потылок много сил и энергии отдаёт детям. Но ещё, может быть, больше она получает от самих детей. По словам Оксаны Васильевны, её работа учит честности, потому что дети до школьного возраста не воспринимают ложь. Она учит отзывчивости, открытости, любви, доброте. Дети замечают любую фальшь и неискренность. И в конце концов берут пример со своего воспитателя. Оксана Васильевна, какой совет или правило, которым, может быть, и вы руководствовались, воспитывая своего сына, вы могли бы дать родителям, чтобы воспитать гармонично, развитую личность? Дети не рождаются плохими. Поэтому, конечно, родители должны любить, принимать их такими, какие есть. И искать вот эти плюсы, какие-то нюансы положительные в детях. И, конечно, превращать это в какое-то, так скажем, в увлечение в дальнейшем в его жизни, чтобы это приносило, конечно, и ему удовольствие. Поначалу своего собственного сына Оксана Запотылок воспитывала так же строго, как отец воспитывал её. Считала, что так, наверное, правильно, ведь из неё получился неплохой человек. Но со временем поняла, что это не так, и что нельзя дублировать родительскую модель воспитания. Нужно чувствовать ребёнка своего, чувствовать, понимать, видеть. И вот принимать, не принимать, это критично. Если что-то он делает не так, если что-то у него не получается. Самое элементарное даже, что он не завязывает шнурки, не умеет завязывать шнурки. Просто некоторые родители воспринимают это так, очень так глобально. Ну что, купите ему тогда туфли на липучках. Самый любимый метод воспитания Оксаны Васильевны – метод наблюдения. Она советует наблюдать за своими детьми. И тогда будет понятно, почему ребёнок поступает так, а не иначе. Талантливый воспитатель напоминает, что детские обиды ранят сердце ребёнка, и что ещё хуже – переходит во взрослую жизнь. Ломать нельзя. Ни в коем случае нельзя ломать. Нужно всегда понять, разобраться. А ведь дети, маленькие дети, с ним можно спокойно разговаривать, как со взрослым. Объясню, почему так получилось. В каждом слове Оксаны Запотылок чувствуется столько любви, что нет сомнений – её хватит на всех воспитанников. Помимо воспитания детей, Оксана Васильевна оказывает методическую помощь молодым специалистам центра. Она закончила академию после дипломного образования в Минске. Именно там педагоги показали всю значимость профессии и убедили, что воспитывать детей случайные люди не должны. Оксана Васильевна, каким образом восполняете силу, энергию, потраченную на работе? Хороший вопрос. Ответ простой. Я очень люблю пешие прогулки. Смотреть, наблюдать, думать во время прогулок. Наслаждаться приездами города. Город у нас очень красивый. Я его очень люблю, наш город, конечно. Очень красивый, молодой, зелёный. Раньше Оксана Запотылок часто хотела вернуться в детство или юность. Но это было раньше. Сейчас ей комфортно в своём возрасте и в том окружении, в котором она находится. У неё есть любимая работа, у неё много друзей и есть любимая семья. Самый близкий человек – это, конечно же, 19-летний сын Роман. Сейчас он учится в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины по специальности физической электроникой. Мама и сын прекрасно ладят. Им вместе интересно и познавательно. И не без перчика. Всё-таки во все времена физики и лирики находили предмет для споров. Она, как и все мамы, хорошая, заботливая. Ну, помогает всегда во всём. Причём не только мне, а всем, наверное. Даже не больше материально, как морально, постоянно поддерживает. Типа, что бы ни случилось, каким бы я плохим ни был, что бы я не сделал такого ужасного. Я всегда знаю, что я могу к маме прийти и она меня всегда примет. Мне нравится то, что сейчас происходит, так скажем, в моей жизни. Что у меня есть самое главное – все мои близкие здоровы. Что у меня есть хороший дружный коллектив, любимая работа. Что у меня есть сын. Помимо сына, семья Оксаны Запотылок – это мама Мария Васильевна и сестра Вера со своей семьёй. Сила их общей семьи в том, что они всегда вместе и друг за дружкой. Все радости и трудности пополам. Все дети, как свои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова